11 сентября деревню Карасино посетили исполняющие обязанности главы администрации Истринского района Андрей Дунаев, первый заместитель главы администрации Александр Горбатков и заместитель главы администрации Геннадий Разумикин. По приезду в сельское поселение его главы и его заместители встретились с инициативной группой многодетных семей Истринского района. Суть проблемы кроется в 2011 году. Тогда депутаты Мособлдумы утвердили законопроект о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков для дальнейшей застройки и проживания. Как это часто бывает, хорошие законы на практике работают плохо или не работают вообще. Прежние районные власти выделяли многодетным семьям Истринского района земли во врагах, на свалках и болотах. Там изначально 5 гектаров наших поселенческих земель. На карте же не видно, когда досконально туда вниз дошли, что некоторые участки действительно оказались низковатые. За три года ситуация не изменилась. Многодетные семьи свои 15 соток так и не получили. На месте выяснилось, что некоторые участки земли сильно заболочены, местами поросли лесом и не все пригодны к началу строительства. Мы стали копать, прокопали до песчаной дороги и вдоль песчаной дороги воду отвели. Там оказалось, что грунтовые воды, большим количеством, там дебит где-то, я скажу вам, 7 кубов в сутки. И он постоянно идет на протяжении столетий. И поэтому это все заболотилось. Но большая часть земли вполне подходит как для земледелия, так и для проживания. Но для этого нужно выполнить некоторые бюрократические процедуры. На данном этапе мы приняли участки, но находимся здесь, приняли колушки, скажем, на этих участках. Мы находимся здесь пока на птичьих правах, потому что идет переоформление документов. То есть, соответственно, с весны мы вот оформляемся заново на новые участки. И в лучшем случае нам обещают к зиме. Теперь уже, как бы по новым обещаниям, соответственно. В ходе диалога с будущими карасинцами Андрей Дунаев определил пошаговый план действий по решению застарелой проблемы. Есть надежда, что до конца текущего года многодетные семьи смогут получить свои участки и документы на их собственность. Изначально земля была предоставлена непригодным для строительства месте, даже непригодным для прохода месте в болоте или в озере физически. Поэтому сейчас, в принципе, эта проблема решена, земельные участки перенесены. Теперь люди хотят быстрее получить средства о праве собственности. Но это не наша, конечно, не районная компетенция, но мы постараемся, попросим соответствующие службы ускорить этот процесс. По итогам встречи с администрацией, многодетные папы и мамы получили надежду на долгожданное решение их земельного вопроса. Алексей Хамин, Андрей Корнилов. Специально для Истронет ТВ. Редактор субтитров А.Семкин